Девятого не получилось, решили пожарить мясо десятого. Вот, а уже потихоньку, что называется, почти смеркалось, да? Сейчас будем жарить мясо в ледлампе. Да, а что делать, дровишек заготовили, костерчик развели, все нормально. Дым прямо сюда идет, фу. Такая вот маленькая эйфелева башня получилась. Дрова немножко сыроватые, но ничего, все это прогорит, будут хорошие угольки для мяса. А жарить будем в ледлампе Днепродент, потому что в ней получаются хорошие шашлыки. Ну, это шутка. Потихоньку разгорелась, расширяем дровишечки, чтобы нам хватило поставить сразу максимальное количество шампуров. Уменьшается, тут прибавляется. Вот они наши две лампочки для жарки шашлыка. Почти угры догорают. Красота. Так, что у нас тут? А тут у нас замаринованные шампиньоны, замаринованный шашлык и картошечка с сальцем и с перчиком сальца. Все красиво. Там просто да. Вот такое мияжка в маринадике в быстром Пароль от Wi-Fi у тебя отдаются пароль от Wi-Fi. А в настройках подключения тебе нужно сметану. Там пельончики с перчиком, с майонезом, со сметаной. Все как положено. Вот такая красота у нас. Занючок в маринаде на закусочку. Да, вот вручную сеть заходишь. Занючок в маринаде на закусочку. Экран снять ваши тоже будет ярко. Вот она наша LED-лампочка. Освещает нам жарку сашлыков. Очень даже хорошо видно. Вот в двух лампах сразу. Ну что, угли почти готовы. Еще немного, еще чуть-чуть. Так, что у нас здесь? Здесь у нас маленький столик. Все подготовлено. К жарке ми-яса. Все замариновано. Все замариновано. И вот это потом все надо будет съесть. И закусывать вот такой тоже красотой. Вот он у нас самый главный по мясу, Женечек. Что касается съесть, я думаю, мы как-нибудь справимся. Ты так думаешь? Уверен. Ну все, тогда я тебе верю. Ладно, ждем. Сейчас еще пять львов погорит. И можно жарить, да? Вот сюда выкину. Угу. А тут идет жарко шашлыков. Женек тоже фотоет потихоньку. Телефон через перчатку не воспринимает. Не хочет? Вот шашлыки в шашлыках. Ай, какой запах, мама дорогая. Просто красота. Сколько тут шампурика у нас? Три, четыре, четыре, тринадцать. Тринадцать. Ну, красота. Шесть мяса, три картошки, четыре грибочки. Лампу не хочет показывать, что она трехцветная у нас. О, так видно. Освещение то, что надо. Что-то грибы прям запикаются. Красота. Красота. Вот, в LED-лампе жарить шашлыки, это прям хорошо. Все видно. Вы думали, оно для того, чтобы машины ровнять? Нет, не для того, чтобы машины ровнять, а для того, чтобы шашлыки жарить. А наивные мастера покупают LED-лампы и ровняют в них машины. Да, это глупости. В LED-лампе надо шашлыки жарить. Тогда они получатся вкусными и красивыми. Пусть весь YouTube смотрит это все дело. И завидует. И завидует, и слюнями и сходится. Шутка? Ну, конечно, запах тут такой, что ой-ой-ой. Есть доля шутки. Как говорится, запах на самом деле хороший. Обалденный. Еще вот так скворчит. Если бы камера запахи передавала, да, если бы камера еще запахи передавала, зрители бы уже слюной захлебывались. Да. Это было бы вообще нечто. Ну, в скором времени, наверное, и запахи научатся передавать. А пока что только видео. Три вида мяса? Да. Окорок, шея на косточке и шея мякоть. Обалдеть. А как же их отличать? По вкусу. По вкусу. Хорошо, будем отличать. Окорок мариновался в агрессивном маринаде, чтобы был помягче. А шейка нежненькая должна быть. Угу, понятно. Они уже вот видны по цвету, различаются. Ну-ка, давай посмотрим, что тут у нас различается. То есть вот они два шампурика окорок. Многие его на шашлыке не используют, а мне нравится. Если его правильно замариновать, оно такое не сильно мягкое, очень вкусное мясо сочное получается. Угу. Ну, шея, шея это стандарт. Тут даже вопросов быть не может. Ладно. Давай, Жорь. Вот начинает наше мясо уже потихоньку. Если это видео наберет тысячу лайков, я расскажу секрет маринада. Вряд ли. Вряд ли расскажу или вряд ли наберет? Вряд ли наберет. А мы будем стараться? У меня подписчиков мало. Поэтому. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, давай, говори. Это вы говорите, канал же ваш. Ничего. Ты же у нас главный по мясу. Я всего лишь жарю мясо. Ну, всего лишь это самое важное сейчас у нас. Вот обидно то, что начинает тут салюты стрелять опять, непонятно почему. И начинает накрапывать дождик. Ну, мы успеем дожарить, а потом хоть трава не растет. Ну, конечно, успеем дожарить. А с другой стороны, как умные люди говорят, горячее сырым не бывает. Ну, в любом случае, у нас есть, если что, большой зомб. Да. Я уже не говорю про кучу разных тентов. Да. Так что мясо все равно будет пожарено, и все будет отлично. У него выбора нет. Да. Так, а давайте, пока вы не ушли, мы грибочки снимем. Ну, вот уже одна портеечка мяса и грибов пожарилась. Следующая жарится. Для мангала нет. Ну, пока шестеренки. Ну, пока фу, я прям все запутал. Красота. Да. Не, а садимится еще свеженькая. Да. Ну, когда. Да. 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 ну как наберем, главное что 0 калорий это у нас картошечка с сальцом как говорится сало тоже не тупое в россии был дефицит хлеба, приходилось икру мазать прямо на колбасу надо же снять пробу теперь кусочек хлеба и мяско закусить Женек снимает пробу изумительно вкус конечно такая красота не может быть невкусной картофанчик пошел в дело только все еще горячее горячо и вкусно но теперь я тоже брошу камеру и попробую, потому что можно слюнями захлебнуться так что тут у нас? а тут у нас вроде дождик пытается начаться да капает прям хорошо но ничего мы все равно успели вот мяско пожарилось все красиво и очень вкусно давай Женечек приятного аппетита снимай пробу дубль два дубль два да все мяско пожарилось осталось еще два маленьких шампурика вот таких вот маленьких недожаренных что ж ты ходишь? уже все мясо съели давайте пробуйте господа нет здесь все внутри это как говорится изобилие пережили, голод тоже переживем ну да ну как что? пока что горячо, да? вкусно? отлично, вроде получилось молодцы дядя Женя наш пламенный респект и уважуха да, кормилец наш хорош снимать, вы кушайте могу чего-нибудь налить не, налить пока что рановато мне даже мясо не надо какую ты вкусноту будешь готовить сейчас, посмотрите вы интриговал прям со вкусом тархунчика очень даже вкусно все это сейчас Женек какой-то сюрприз нам еще тут приготовил говорит, будет готовить вкусноту какую-то по-моему и это очень даже хорошо ага вон оно что спалил Женек спалился лавашки у нас лавашки на закусочку немножечко обжарены на костре лаваш с дымком это вкусно это вкусно картошка шикарная это еще лайков наберет чуть-чуть в ютубе ютуб готов ставить лайки да, тут можно еще столько же мяса пожарить на таких углях шикарных главное не придержать сгорает моментально ну да такой чуть поплотнее это что ты окорок кушаешь он повкусней ну мне больше нравится шея она не лавашки пропеченные и продымленные ну кайф если натурально не прожарилось на хорошо все вкусно да вкусно вкусно всем приятного аппетита не захлебнитесь да самое главное слюнями не захлебнуться все угли еще остались а жарить на них уже нечего мы все пожарили вот она лампочка днепродент которая нам помогла так пожарить мяско вот она вторая лампочка тоже ледовская ну все народ пакуется сейчас на продажу да на продажу по домам сейчас надо бы вот вчера тебе выставить по площади не мало денег вот шашлычки приехали домой вот так вот это все выродит вот это все ну 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 это